ну дальше стакан си сейчас смотрите была попытка пробоя вниз нижней проторговки границы там заходил заходил что маленький плюс закрыл в итоге в итоге мы развернулись пошли наверх на верхнюю границу сейчас посмотрим возможно здесь будет пробой наверх верхней границы было бы конечно правильно тянуть сделку с того перелое снизу но сейчас по факту уже будем смотреть что будет происходить внимание на сбер сберка подошел к лаям опять опять зашел я сберпоследователь сбер паршивец опять не пошел на пробой ну ладно пока сбер отложили в сторону что приключаюсь дальше третий монитор это графики графики сии валюты график россии пятиминутка минутка для объемов 15 минут для уровней судя по графику видите у нас сейчас на 15-минутке такой жесткий боковик видите верхние и нижние границы видны то есть нижняя граница 58 031 верхние 58 131 то сейчас мы стоим боковике смотреть на 5 минутку чуть получше картинка но все равно видно что у нас верх нижней границы есть и пока боковик дальше валюта 15 минут к эти минутка схожая ситуация ничего не происходит боковим но евро 5 минут к 15 минут к по евро видим что открылись мы под минимум про шторговой сессии ну и также за боковили пока ничего не понятно то есть пока ждем добавлю участников просит 2 участников по сегодняшнему открытия всегда утренний расчет гэпа видите открытие практически было на месте то есть ничего у нас не случилось открытие мы смотрим по закрытию последний торговой сессии 57 49 00 мы закрылись это в пятницу 2350 и на форекс смотрим курс рубля к доллару на утро вот мой мод 57 486 дальше вычитаем там цены закрытие текущую цену и получаем либо плюс либо минус и размер гэпа правило интересно отыгрывать гэп и которые там более 100 пунктов вот такие как практически на месте открытия они не интересны так смотрим по графику сноси подходит к верхней границе нашей проторговки и там будем смотреться возможно быть пробой параллельно смотрю на нефть параллельно смотрю на сбербанк если то что будет интересно тут же переключусь сейчас смотрю на валюту и на си не люблю это делать но думаю пробую наверх будешь на покупать хай четверка непонятная вижу не снизу поставляясь максимум валюта давайте чуть продаем наверх кидают по ленте в лонг смотрите на валюте осталось два-три тика продавить его давай 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 так ребят извиняюсь я зашел сделку вам не показываю вот и переключился вы по графе видели ну вот пробой покупал прямо хай по частям предвестником был что во первых то что мы не прошли на противоположную сторону когда пытались нижнюю границу это была как бы первая фаза и подтверждение что скорее всего будет пробой наверх вот и второе то что здесь снизу подставили айсберг на пробой на валюте мы также смотрим у нас евро нас сопровождает наверх видите евро поддавливают кто-то нас поддерживает сейчас бы еще нефтяночка бы не вскорилась вообще было бы хорошо я плюс 30 пунктов скинул через позиции потому что могут осадить резко не люблю я такие вещи смотрим что будет дальше так ребят сберг бешу 25к да я видел в шротер поставили но их проели в лонг видите сегодня на сберг яче было две наверное даже уже три ситуации утром на открытии еще до открытия рынка там увидел 3000 на сберг яче снизу и от них заранее выставился тогда минут через 15 проторговки мы подошли к 3000 оттуда меня забрали в лонг я там закрыл 110 пунктов профита читавал он побольше на 150 дальше подход второй на сберключение взял уже целился в пробой и третий подход когда ее проели я встал на пробой закрылась там 10 пунктов не пошел вниз похоже то что путина выбрали сбербанк будет показывать новые рекорды и пойдем куда нибудь на 300 в итоге смотрите на томми вроде айсберг сверху поставили посмотрим 57 62 50 скинул еще часть позиции на тот же айсберг сверху видите прошло уже 11000 евро тоже пытаются откупить наверх но очень видите про что я говорил сейчас такого длинного движения тяжко ожидать видели 50 пунктов фактически не вышли полностью уже видите продажи по рынку активно в линке китают в шорт на валюте в виде с тысячи пять тысяч тысячи тот закрылись в айсбергом на 57 62 25 мы еще часть оставили посмотрим что дают дальше видите куда ты чувствуешь сверху пролепает на сишки наставляет 3000 пугает цену вниз смотрю я на сбер краем глаз готовы зайти в шорт таксишка тянется сбер смотрю сбер тянул опять шорт чуть-чуть такое ощущение что там уже как будто пропасти уже накипает все на двери хочется вниз сорваться прям но не видит так сперек подавливают вниз сбер пойдет он пойдет вниз пунктов на сто сто пятьдесят двести такое движение может быть неплохое линь м м м м м м м м м Продолжение следует... 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 ну вот сделки сегодняшние по тикер раскидал как-то вот так вот если по профиту то вот так примерно 1 5 это краснянка и все остальное это зеленка так следующий вопрос опять же про кластера есть кто спросить используете такие формации как толчковый перезобьем они двух морда правая левая рука это все есть но я это не использую потому что я вообще как бы смотрю во-первых разворотная формация как час как правило это сочетание трех баров вот как везде в любом анализе да то же самое на сочетании трех кластеров меня интересует интересует объем с какой стороны если мы растем и упираемся в объем то да сейчас то мы развернемся ребят я буквально на 30 секунд отвлекусь у нас день рождения пойду поздравлю человека подставка это дело и это дело это дело это дело и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот смотрите, Сбербанк, ребята, вот был уровень, который мы пробивали, 257-52. Видите, сколько у него было заходов? Раз, два, три, четыре захода было. В итоге на пятый заход мы пошли вниз. Вот был заход на пробой сюда. Здесь какие были признаки? Признаки были то, что вот в этих свечках последних пятиминутки, они у нас прижимались к уровню. То есть видом было, что подавливают вниз. Ну и вдобавок, посмотрим РТС, пробил уровень. Индекс МВБ пошел вниз. И в этот момент у нас тоже нефть давала импульс вниз. Чтобы такие информации упростить, можно посмотреть другие периоды на графике. Где вы увидите, что на других временных интервалах это еще более отчетливо видно. То есть то, что на пяти минутке винта плохо, например на трех минутке, совершенно по-другому происходит. А если изменить вообще на минутку, то... Там еще видите какое-то четкое поджатие к уровню. Вот последний этот заход, там буквально последние две-три минуты, нас просто придавили к уровню, потом небольшой откат и уже пошел шорт вниз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока без сделок, жду, что будет. Пока ничего не понятно. Все сделки закрыли. Продолжение следует... Продолжение следует... Скинул свою страничку. Продолжение следует... Там для новичков в разделе видео есть большое количество нарезок сделок, как на пробой, так и на отскок. То есть покопайтесь. Если чего интересно, то будет полезно. Сколько лет торгуете? Продолжение следует... Все время говорю 10, но мне кажется, что больше. Начинал с форексом, как и все. Первый брокер, сейчас буду рекламировать, Альпари. Прошел курсы за 5 тысяч рублей. Получил сертификат. До сих пор где-то валяется дома. Так, Сбер опять обновляет вроде бы свой очередной 255.00. Пока там ничего не делал. Если вдруг что-то будет интересное в плане объема на Сберфьючее, либо на Аксе, то переключусь, будем делать сделку. Пока стакан голый, не туда лезть не хочу. Так, кинули что-то по валюте в шорт. Так, ребят, кому нужны какие-то ссылки по кластерному анализу, по футпринту, поставьте вопросики. Да, просто обычно я кидаю каждый раз и, наверное, я уже всех достал этими ссылками. Поэтому лишний раз я их не кидаю. То есть, если есть желание, то вопросик ставьте, я вам пришлю. Видимо, остались еще люди, кто не видел этих ссылок. Сейчас я вам дам. Стандартные ссылки. Первое, это будет как такая техничка, чтобы вы смогли разбираться, что в кластерах есть, что покупки, что продажи. Вот, что такое объем. Это первая ссылка. А так, вторая ссылка, это уже о том, как и что в пункте можно использовать, как использовать максимальный объем, как использовать разворотные формации и так далее. Примерно то же самое, что и с теханализа, только с участием реального объема. Вот вторая ссылка. Вот вторая ссылка. Так, ну и тоже для новичков сейчас покажу, чтобы там не искали долго. Вот мы в ВК. Здесь есть раздел видеозаписи. Здесь есть и прошедшие МК, и также какие-то нарезки сделок. Ну вот, нарезка. Ну, и те вот уроки такие тоже, которые для новичков тоже сюда выкладываю. Например, пробой с описанием, да? Или там еще нарезка, или открытие-нарезка. В общем, все, в принципе, с использованием объема кластеров. Можете здесь посмотреть. Потому что на мастер-классах не всегда бывает большое количество сделок. И не всегда можно что-то показать прямо на уроке. По Си мы правильно сделали то, что вышли там в Хай. Видите, Си корректируется вниз. Сейчас будем смотреть, что здесь происходит. Вот наш пробитый уровень, который был на 5760.00. Сейчас мы его уже прошли вниз. Китай, вот еще ниже. Продажи. Причем, заметим, что нефт растет наверх. Смотрите, кинули похуже. 1008 пассишки в шорт. Шестерка осталась. Какой минимальный депозит составляет для комфортной торговли на фьючерсах? Ну, ребят, ну, для начала доступ на фьючерсы на торговлю от 3000 рублей. Ну, скажу, что все новички, у кого есть там 5000, довольно комфортно себя чувствуют. Потому что 5000 это по минимальной просадке. Это, ну, таких 4 жестких маржин-колла по 500 рублей, чтобы его слить. Но, как правило, то есть там просадку больше, чем рублей 200 допускать не нужно. То есть вполне на 5000 рублях можно учиться. По объему это скажу примерно 5000 рублей, это примерно 8 контрактов по сишке можно закинуть. То есть для торговли хватает 1-2 контрактов вполне. При том, что Си, она 1 пункт стоит 1 рубль. То есть закрывая 100 пунктов, вы получаете 100 рублей. А для Сишки 100 пунктов это, ну, ни о чем. Это 2 сделки взяли по 50, и все, это ваш профит. Так что 5000 за глаза и за уши для начала торговли хватит. При этом, когда у вас открывается доступ на пьючерсы от 3000 рублей, вам валюта доступна только для просмотра, и вы вполне можете смотреть валюту, как по поводырь. То есть вы на ней торговать не можете, потому что она очень дорогая, но к просмотру она у вас открыта. Следующий вопрос. После прохождения обучения на демо нужно пополнять счет своими деньгами? Нет, если вы на демо сделали норму, то вам дают реальный счет уже с какими-то деньгами. То есть эти вопросы подробно в группу, там, где вы учитесь, у вас какой-то преподаватель, который вас встречает, либо просто в техподдержку. Потому что я групповые курсы не веду, и я про них не все знаю. Ну, смотрите, по валюте какой-то всплеск интереса, видите, пошли большие покупки. Сейчас максимальный объем нарисовался снизу. Здесь вот снизу у нас там две пятерки. Одна это маркетмейкер, другая просто какая-то пятерка стоит. Чисто теоретически отсюда можно попробовать взять небольшое движение наверх. Как бы зашел не по луже цене, поэтому кинул маленький объем. Просто для того, чтобы посмотреть, как цена себя будет вести. Зашел на фоне этих больших покупок по валюте. И на том фоне, что нефть опять дает импульс вниз. Возможно, нефть сейчас пробьет свою локалку 65,80. Как раз часто меня спрашивали на примере, как менять очередное закрытие заявки. Сейчас я вам покажу. Видите, у меня сейчас здесь позиции две части. Вот есть внизу у нас, там где объемы выставляются, есть галочка F и буква L. То есть, меняя эту букву, вы здесь видите, что у нас разным цветом подкрашиваются лимитки. То есть, у вас все время будет закрываться первая, та, которая горит ярким цветом, желтым. То есть, тем самым вы можете скидывать часть позиции, которая вам либо менее выгодна, либо более выгодна. Это очень правильно делать, когда вы ходите по разным ценам, да, и вам иногда нужно скинуть одну позицию, которая может стать убыточной. Так, участников добавить, сейчас добавлю. На Сбербанке Айсберг 255.00. Сверху. 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 как-то вроде бы все ожидали что это будет дикая волатильность после выборов но похоже все спокойно одно радует что закончилась экспирация фьючерсов и рынок более такой более правильный нет этих уже разводов диких и и и и и и и и и тут дело не в результате ясно что он был понятен для всех просто могли быть какие-нибудь контрмеры со стороны этих наших европейских и американских партнеров вдруг какие-нибудь выставления новых санкций и так далее думаю что может им такое интересное произойти похоже пока тишина так видите кидают неплохие продажи по валюте вот пролетели четыре тысячи две тысячи семьсот две тысячи это для нас нехорошо сейчас будем на радость закрываться будем закрываться в том случае если уйдем ниже чем уровень 57 55 00 будем крыть крыть лося и 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 мы на этот уровень 57500 смотрим что если будет происходить продажа прошла в уровень 4000 пролетела и 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 поджимаю сверху видите полкнули кажется из на 57 53 00 смотрим что что с ним сделают так проели видите активные покупки 1700 600 44 100 1990 что еще проходит 1153 осталось у нас буквально 6 минут мастер-класса Сберг, кстати, проел свой айсберг на 255. Все, вышла из этой позиции, вышел в плюсе, не захотел дальше тянуть. Снизу большой объем, если будет еще раз сюда заход, постараюсь еще раз встать, пока подождем. Продолжение следует... 11.55, переход 5-ти минутки сейчас будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это мой номер дом, который у нас раздумал, что один из мюзов 9200. Кратко. Тем тем, кто кто-то давал. Кукулы с лишней, что ждать или нет. Спасибо. Так, ребята, время 10.58. Спасибо. Сбербанк сегодня в лидерах. В принципе, как и в пятницу. Снизу, видите, на сишке поставили пятерку, уже четверку. Какая-то склеечка. Наверное, трешка с чем-то вместе. В общем, ребят, буду заканчивать 11.59. Напоминаю, что сегодня первый торговый день недели, поэтому неделя длинная. Торгуем аккуратно, ставим стопики, тянем зеленку. Вот, торгуем то, что понимаем, как во всякое непонятное уваривание лезь. Что-то нефть боковит. Сбербанк ниже идет. В общем, толком ничего нету. Тогда еще раз всем спасибо, что присутствовали. Надеюсь, было капельку полезно. По сделкам две сделки. Пробой сишка хая и пробой сбер его. То есть и там, и там сбер там 110 пунктов. Сишку максимум видели 80. Вышли остаток в последней части где-то 50 или 60 пунктов. Всего 12 часов. Всем счастливо.